Цветок мимолюс, губастик. Особенности гибридного, тигрового вида. Цветок мимолюс красочный отличается необычной формой бутонов, которые своим видом похожи на мордочку обезьяны. Вид включает множество сортов, каждый из которых отличается цветовым разнообразием окраса лепестков. Известен цветок также под названием губастик. Особенности мимолюса. Цветы мимолюс являются многолетними кустарниками, но садоводами они культивируются по большей части как однолетние. Из множества сортов есть морозостойкие экземпляры, которые могут переносить до 20 градусов, что из себя представляет мимолюс. Относится к роду полукустарниковые и травянистые растения семейства фримовые. К сведению, цветок мимолаз произрастает на всех континентах кроме Европы, в которой он был завезен во время великих географических открытий. Историческая родина растения неизвестна. Большинство сортов в дикой природе встречается в Северной Америке. Характеристики растения. Описание вида. Высота полукустарников 1,5 метра. Травянистых растений – до 70 сантиметров. Побеги могут быть прямостоячими. Или стелиться, бывают лысыми или имеют опушение. Листовые пластины супротивно расположены яйцевидной формы. Соцветия неплотные. Цветки однотонные или пятнистые неправильной формы. Трубчатый венчик с верхней губой, отогнутый назад, нижняя выпирает вперед. Плод – коробочка с семенами. Во время созревания раскалывается на два половины. Обратите внимание. Мимолюсы используют для украшения клумб. Красиво смотрятся цветы на альпийских горках и возле искусственных водоемов. Классификация мимолюсов. Садоводы культивируют лишь несколько видов. Мимолюс тигровый, или мимолюс максимус. Мимолюс тигровый. Мимолас тигринос. Мимолюс тигринус. Мимолюс крупноцветковый. Мимолюс леопардовый. Губастик гибридный. Мимолас хибридас – красивый и яркий представитель вида. Высота куста около 25 сантиметров. Лепестки разноцветные и пятнистые. Мимолюс гибридный – самый эффектный представитель вида. Мимолюс оранжевый. Мимолас орантиакос. Родина – западные области США. Высота около 1 метра, листья глянцевые и темно-зеленые. Лепестки приятного оранжевого цвета. Стебель плетущийся, поэтому требует опоры, в противном случае будет стелиться по земле. Губастик гранатный. Мимолас панисис. Произрастает на юге Калифорнии, на границе США с Мексикой. Лепестки переливающиеся глубокого красного цвета. Венчик светло-оранжевый. Губастик желтый. Мимолас латюс. Родом из Чили. Высота куста до 60 сантиметров. Листья голые или с опушением. Окрас цветка желтый. Мимолас крапчатый. Мимолас ктатос. Ареал – Северная Америка. Высота цветка до 80 сантиметров. Стебель прямой и ветвистый. Цвет лепестков желтый с красными точками. Губастик красный. Мимолас кардиналис или губастик пурпуровый. Высота куста от 40 до 60 сантиметров. Окрас бутонов шарлаховый. Мимолас медно-красный. Мимолас капрюс. Произрастает в Чили. Высота куста от 12 до 15 сантиметров. Стебель голый. Цвет бутонов, медный оттенок красного, который по мере развития растения приобретает золотистый оттенок. Губастик первоцевитовидный. Мимолас прималоидос. Стебель тонкий высотой не более 15 сантиметров. Соцветия желтые. Мимолус мускусный. Мимолас мащатос. Родина Северная Америка. Высота куста 30 сантиметров. Цветки желтые. К сведению, слизь, отходящая от листьев, пахнет мускусом. Мимолюс разинутый. Мимолас риндженс, или мимолюс раскрытый. Высота куста от 20 сантиметров до 1 метра. Стебель ветвистый. Соцветия небольшие лавандового оттенка. Сорта, пользующаяся большим спросом у садоводов. Среди большого разнообразия сортов только некоторые пользуются популярностью у садоводов. Выращивают их не только в альпинариях, но и в домашних условиях в горшках. Самые популярные сорта. Брас Монкис. Цветки насыщенного оранжевого оттенка, светение пышное. Твинкл Микс. Высота куста от 20 до 30 сантиметров. Окрас может быть любым, от белого до красного цвета. Лепестки однотонные или пятнистые. Мэджик Микс. Высота растения 20 сантиметров. Окрас бутонов постельных тонов. Мэджик Спотс. Куст вырастает от 15 до 20 сантиметров. Лепестки малиновые с красными пятнами. Вива. Куст высоту около 25 сантиметров. Окрас цветов темно-красный. Солнце в тени. Высота растения 25 сантиметров. Лепестки пестрые, разноцветные. Файоркинг. Красные лепестки с точками коричневого цвета. Зев желтый. Вид насчитывает более 150 сортов. Аурантикус. Относится к виду красный мимолюс, однако лепестки окрашены в насыщенный оранжевый цвет. Ред Дрэгон. Распускает яркие красные цветы. Кардинал. Оттенок соцветий красный с желтыми точками. Роуз Куин. Большие розовые с темным крапом лепестки. Ред Имперер. Медные соцветия с огненным венчиком. Ротер Кайзер. Распускает красные цветки. Андиан Мимф. Основной цвет кремовый, по краям лепестков краб фиолетового оттенка. Посадка семенами и рассадным способом. Выращивание мимолюса из семян, несложный процесс. Посадочный материал кладется на землю, не утрамбовывая, емкость накрывается полиэтиленовой пленкой. Почва увлажняется из пульверизатора. Посадка цветка семенами предпочтительный метод. Время для посадки. Последние числа марта-начало апреля. Лучше выбирать широкий горшок, в который рекомендуется сеять много семян, или небольшие пластиковые стаканы для каждого будущего куста. Подготовка почвы и посевного материала. Подойдет универсальный грунт с добавлением кокосового волокна, перлита и небольшой части песка. Обратите внимание, главное правило для успешного выращивания, рыхлость земли. Уход за рассадой. Чтобы предупредить появление на почве плесени из-за пленки, ее нужно каждый день проветривать в течение получаса. Ухаживать за молодыми побегами несложно, их нужно содержать при температуре от 15 градусов до 18 градусов. Появление побегов стоит ожидать через несколько дней после высадки семян. Полив в это время требуется каждый день. Пикирование. Пикировать растения нужно после появления нескольких полноценных листьев. Пересаживают кустики по отдельным емкостям путем перевалки. Цветок осторожно достается вместе с комом земли. В один горшок можно сажать от 3 до 4 саженцев. Важно, когда мемулюс оправится после высадки, его нужно подкормить удобрением с калием. Через 10 дней подкормку нужно повторить. Особенности посадки безрассадным способом в открытый грунт. Для мемулюса посадка и уход в открытом грунте семена столь же легкие, как и высадка рассады. Сажать начинать можно со второй недели мая, когда заморозков уже точно не будет. Перед посадкой нужно сделать неглубокие ямки на расстоянии примерно 15-20 сантиметров друг от друга. Перед высадкой растение должно быть хорошо увлажнено, как и земля в лунке. Особенности ухода в саду. Поддерживать хорошее состояние и красоту цветка легко, нужно поливать и рыхлить землю, а также регулярно возле цветка убирать сорную траву. Обезьяний цветок – украшение любого сада. Если появилось желание посадить в саду мемулюс, выращивание цветка в открытом грунте не доставит хлопот. Подходящие места, где можно сажать растения, полутениди, хорошо освещенные участки, но без прямых солнечных лучей. Любит растения регулярный полив, нуждается в постоянно влажной земле. Земля требуется слабокислая, гумусная или суглинистая. В нее нужно добавить торф. Важно! Мемулюс не переносит длительное воздействие прямых солнечных лучей и долгой засухи. Полив. Поливать необходимо ежедневно или через день в зависимости от температуры. Если на листьях появились маленькие дырочки, значит, полив слишком обильный. Обратите внимание. Почва вокруг цветка всегда должна быть увлажненной. После процедуры нужны мульчирование опилками и рыхление грунта. Подкормки. Подкармливать разрешено не чаще один раза с промежутком в 25-30 дней. Дозировка – 15 граммов комплексного удобрения. Когда и как цветет. Пышность цветения зависит от правильного ухода за цветком. Виды цветков. В зависимости от сорта могут быть однотонными или пятнистыми, сочетая в себе несколько оттенков. Формы цветков. У всех лепестков она неправильная. Период цветения – два раза за сезон, весной и осенью. Мемулюс отличается пышным цветением. Изменения в уходе в период цветения и после. Мемулюс – посадка и уход за которым довольно просты. Во время пышного цветения нуждается в более частом поливе. Продлить цветение поможет подкормка. Когда мемулюс отцветет, у него наступает период затишья, тогда можно немного снизить частоту полива и не использовать удобрения. Сразу после первого цветения растения нужно полностью обрезать. В течение лета до следующего цветения новые побеги появятся вновь. Важно! У цветка нужно регулярно обрезать засохшие или поникшие ветки, чтобы они не портили внешний вид куста. Сбор семян. Когда плод созреет, он лопнет на второго части, из которых можно извлечь семена. Зерна нужно собирать только с тех цветов, которые отличаются обильным цветением и сочной густой листвой. Подготовка к зиме. Перед наступлением холода в цветок необходимо выкопать из сада и пересадить в горшок. Через несколько дней после пересадки, когда мемулюс придет в себя, его необходимо коротко обрезать. Содержать всю зиму необходимо в теплом помещении. Возможные проблемы в выращивании. Вырастить красивый цветок несложно, если правильно за ним следить. Но каждый садовод должен быть готов к тому, что мемулюс могут поразить болезни и вредители. Распространенные вредители – слизни, тля и белокрылки. Против них хорошо действуют инсектициды. Цветок могут поразить серая гниль, черная ножка и мучнистая роса. От недугов помогают фунгициды. Медленный рост, отсутствие цветения или небольшое количество соцветий, пожелтение листьев или появление дырок на листовой пластине. Признаки неправильного ухода за растением. Мемулюс – довольно простой и неприхотливый цветок, но такой яркий и необычный. В него влюбляются с первого взгляда. Обезьяний цветок – идеальное украшение сада, клумбы и альпинария.